Девочки, приветик! Я вам в предыдущем видео еще говорила, что отменили маски, но как-то так частично, да, в транспорте, в масках, в поликлиниках, у врача, в практицах, в маске, у нас на работе в маске, можно носить только, правда, сейчас медицинскую, в магазинах без масок, но я сегодня после работы, я в субботу уже ходила без масок, да, мы закупались, я сегодня после работы зашла, мне нужно было в праксис зайти к зубному врачу для пациентки, сделать термин, ну, то есть по делам, да, нужно было после работы, я забежала, я вышла с работы, я накрасила губы, я иду, я такая довольная, я понимаю, что мне потом ехать на трамвае, да, и на автобусе, что нужно будет одевать маску, но я все равно довольная и счастливая, я поднялась на лифте и перед праксисом уже одеваю, значит, маску, и как бы так вот до носа медицинскую, захожу во внутрь, а там на рецепшене получается, да, две девушки, одна русская, другая немочка, но они меня уже там все знают, я там уже не первый раз была, еще, наверное, не раз там буду, захожу, здрасте, здрасте, и мне говорят, ну, типа, можете маску снять, снимайте, я такая довольная, а сама такая губы придерживаю, так, чуть-чуть на расстоянии пытаюсь, чтобы помада не прилипла и не размазалась, вообще, вышла я оттуда, иду по коридору, спустилась вниз и идет бабушка, а это такой торговый центр небольшой, внизу, да, и идет бабушка и так строго смотрит на меня, а на ней маска, ну, и я и своей широкой улыбкой улыбнулась, и я смотрю, у нее глаза улыбнулись, но все равно, вот как-то, не знаю, наверное, люди все-таки еще не воспринимают это, я зашла в магазин Нету, Нету с собачкой, я была единственная в маске, по всем магазине, народу было прилично без маски, я там еще встретила коллегу, ну, как она, из соседней фирмы, в общем, со старой работой, да, увидели друг друга, она летит ко мне, она такая невысокого роста, немочка у нее, и у нее маска ФПП, я говорю, что это на тебе, она, ах, типа, ну, защищенная, ну, то есть, защищен, есть защищенный, да, мы с ней поболтали, посмеяли, всем привет передала на старую свою работу всем старым своим пациентам, на кассе отстояла очередь, и уже, когда выхожу, то есть, там стоит бекерай, булочная, да, пекарня, в общем, и женщина там за стойкой, она уже убиралась, и она тоже была без маски, она смотрит на меня, мы, то есть, встретились глазами, и она мне улыбается и показывает, все остальные в масках, я не могу понять, что это, вам же уже разрешили, доходите вы, почувствуете вы себя человеком, увидите лицо другого человека, улыбнитесь, там, например, навстречу идущему человеку, что это такое, что с людьми происходит, я не понимаю этого, сейчас я вам покажу, что купила, я зашла в магазин, мне нужно было купить малину для Нелли, и я, так, вот эту, да, я открыла, уже попробовала, кстати, очень-очень вкусная малина, и прям, знаете, как будто как живая, как настоящая, 2,15 стоила 125 грамм, ну, очень вкусная, очень-очень, так, посмотрим, есть тут страна, производитель Марокко, очень вкусная, еще взяла вот такую, здесь напополам с черникой, даже что-то не глянула, ценника не было на витрине, а в чеке еще не посмотрела, купила также овсяные хлопья, овсянку, затем вот такое варенье, здесь написано, что меньше сахара и больше фруктов, это клубничка, хотя в холодильнике лежит замороженная клубника, еще с прошлого урожая, с прошлого года килограмма 3, наверное, но когда вижу варенье, не могу пройти мимо, люблю малиновое и клубничное, затем я купила салат, вот такой, Колеслав салат, да, он, по-моему, так называется, это вот такая кислая капуста с майонезом, наверное, я зашла голодная была после работы, я увидела, я захотела, и вот я уже положила себе чуть-чуть прям пару вилочек, вышкребла, поела, а еще что хочу показать, девочки, берлиночки, которые живут недалеко от меня, вы знаете, да, что возле магазина Кауфланд, Кауфпарка еще, есть русский магазин, Юби как-то так, ну, это как филиал юбилейного, что-то типа такое, смотрите, что там появилось, раньше этого там не было, тарталетки из песочного теста, но они не сладкие, то есть именно закусочные тарталетки, когда-то давно, когда у нас еще был магазин Ледо, до того, как он сгорел, я покупала там такие тарталетки, они очень вкусные, такие, знаете, не сильно жирные, как бы, ну, в общем, качественно сделано тесто, у меня здесь готовка, полным ходом вода закипела, я сейчас отварю брокколи на салат, резала везде, накрошила, она немного пожелтела, но ничего, на салатик, на тот, который я буду делать, пойдет, сейчас вот сюда перемещу ее, опущу, она бланшируется, и потом, как обычно, да, в ледяную воду, чтобы красивая по цвету оставалась, я сейчас приготовлю суп, картошка уже начищена, промыта, сейчас немножко тут еще кое-что попрезаю, помните, я делала вареники с картошкой, у меня остался кусочек теста, я его заморозила в морозильной камере, оставила сегодня утром размораживаться в холодильнике, чтобы не потемнело, сделаю такие маленькие-маленькие галушки, в общем, суп будет пресный, как вы видите, без мяса, зажарку сделаю с морковкой и луком, здесь у меня уже и к салату все подготовлено, и здесь еще остался вот такой зеленый лучок, уже как бы немного подвядший, ну ничего страшного, мы его сейчас реанимируем, и здесь у меня еще лаваш, сегодня у нас уже какой, 6 апреля, до 3 апреля был срок годности, но он лежал в холодильнике, я хорошенько его посмотрела, ни запаха, ни пресени, ничего нет, потому что он хранился все время в холодильнике, кушать его навряд ли кто-то просто так будет, проблематично будет что-то завернуть, и я сейчас сделаю вкусную штучку, собираю салат, здесь у меня одна красная паприка, я нарезала ее не на, скажем так, квадратики, а более на соломку, чтобы было похоже вместе с капустой, которую я отварила, в холодной воде я ее окунула, хорошая вот эта штучка, да, и можно и варить в ней, и потом вот так как раз поставила ее, вся лишняя вода стекла, не нужно использовать больше никакой лишней посуды, все это дело вот так раз, и в салатницу, добавляю красную фасоль, которую я тщательно промыла, у меня консервированная, можно отварить самостоятельно, орехи, они, видите, у меня такие разные формы нарубленные, я их поджарила на сухой сковородке, здесь у меня 3 столовые ложки оливкового масла, соль, красный жгучий перец с хлопьями, черный перец, и сюда же я добавляю, ну, буквально, наверное, столовую ложку, может, чуть-чуть больше лимонного сока, все тщательно перемешаю и заправлю салат. Добавила заправку к салату, и теперь нужно тщательно перемешать, этому салату нужно дать немного настояться. Смотрите, какой он яркий получается. Все, конечно, на любителя, но мне нравится такой салатик. Чуть не забыла, обязательно добавьте зелень. Лучше сюда, конечно, подойдет петрушка, у меня вот такая смесь, поэтому я добавлю смешанную зелень и перемешаю. Посмотрите, какая красота получается, очень-очень вкусно, попробуйте. Скоро уже будет католическая Пасха, на праздничный стол тоже можно приготовить такой вкусный салатик. Делаю начинку для своей задумки, для трубочек из лаваша. Здесь у меня три вида творог простой, потом зернистый, он такой очень-очень мягкий, знаете, такой панночка подается, фришкернигас, кезе как-то так называется, и брынза. Все это дело мне нужно будет хорошенько размять вилочкой. Я сюда добавлю еще немножко оливкового масла, и потом посмотрю по консистенции, если будет слишком суховато, то добавлю еще пару столовых ложек сметаны. Естественно, соль, перец, а можно прямо сейчас и добавить. И потом добавлю зеленый лук и замороженную зелень. Все это заверну в лавашик. Будет очень вкусно. Да, слишком сухо, можно прямо сразу, не глядя, добавлять сметану, либо йогурт. Йогурт у нас закончился, есть еще немного сметаны. Сейчас добавлю. Все вместе тщательно перемешаю. Сделаем 3 столовые ложки с горкой сметаны. Теперь осталось начинку завернуть в лаваш. Стол чистый, мне что-то лень доставать силиконовый коврик. Попробую завернуть, потому что он уже прям рассыпается. Подложим немного, чтобы не пустые края были. Так, на противень. Смотрите, полный противень получился. 5 листов лаваша и вот то, что начинка была. Да, вот лист такой вот у меня не очень ровненький. Здесь у меня остаток сметаны, ну, где-то пол баночки, наверное, может меньше чуть-чуть. Одно яйцо. Я добавляю сюда оливкового масла, где-то 2-3 столовые ложки. Все тщательно перемешиваю. С помощью кисточки смазываю лавашные рулеты и отправляю запекаться в духовку до красивого золотистого цвета. Духовка у меня разогрета на 200 градусов. Промазать нужно хорошо все краешки. Потом подтиру все это дело, чтобы не горело по краям. И отправлю запекаться. Все готово. Это супчик получился вот такой. Наваристый. Я добавила куркумы для цвета. Галушки, картошка, в общем, суп. Это уже готовое блюдо из лаваша с творогом. Я уверена, что это очень вкусно. Так, мне нужно найти сначала лопаточку. Хочу вам показать. Ну, вот так получается. Вкусненько. Нелли уже себе взяла салатик. Сейчас скоро приедет Сережа. Будем ужинать. Как всегда, я на 2-3 дня. Все, что остается на третий день, потом еще что-нибудь доготавливаю свежее. У нас уже сегодня четверг. Я только что пришла с работы. Присела на диванчик немного посидеть в тишине и в спокойствии. У меня очень болит сегодня голова. Тяжелые дни, последние. Опять на работе. В плане того, что работать некому, приходится одному. И нужно разрываться на несколько частей. И потом позже приходит поддержка. Но самое главное, работа это с утра. Тяжело. И то мне говорили, что я сегодня вообще должна была одна работать. Но все-таки потом прислали мне на подмогу человека. Потому что нужно было сегодня с пациенткой идти на термин к врачу зубному. И у них вообще что-то не получается. Очень много людей болеет. Так что я сегодня еще и прогулялась под дождем. Погода вообще ужасно. Ужасно холодно, ветрено, дождливо. Но обещается в следующей неделе у нас потепление. Я вам хотела рассказать. Помните, про коллегу говорила, с которой мы поругались. Он меня встретил в понедельник. На работе мы встретились снова. Но я захожу, и он бежит ко мне на встречу и говорит мне, я знал, что ты придешь. Что будет моя смена. И я такая думаю, что опять начинается, что ли. Но нет. Он попросил извинения. Сказал, что был неправ. Он понимает мой русский характер. Но говорит, что ты не должна делать эту всю работу за всех. И за всех переживать. Отключай голову от работы. Ну, как бы, да. Ну, это понятно. Все так советуют и все говорят. Но факт, что мы нашли общий язык. Поговорили. Во всем об этом. Он предложил кофе пить. Обычно я не пью кофе на работе вареной. Потому что не люблю очень крепкое. Но я тут согласилась. Разбавилась себе с водой. И вот перед работой. Я немного раньше пришла. А мы немножко попили кофе. Он пошел. То есть, да, у него был, закончился рабочий день. И у меня он начался. Сегодня мне на подмогу опять. Я с утра работала одна. Позже прислали. Пришла женщина, которая делает практику. Она учится на фахкрат. Она когда-то на этой фирме работала. Потом уволилась. Мы с ней тоже, знаете, в таких, в хороших отношениях. Прям вообще замечательно. Мне нравится с ней работать. Но она тоже, она делает то, что в пределах возможно. То есть, ничего лишнего она делать не будет. В общем, мне нужно было с пациенткой идти к зубному врачу. Она оставалась там. Ну, в хаосе, да. Я прихожу. И у нас кошка там внутри. Она говорит. Эта кошка года три назад постоянно приходила. Ее здесь все подкармливали. И потом она куда-то пропала. Ну, думали, что умерла. Или, может, переехали люди. Кошка чья-то домашняя. Потому что на ней одет ошейник всегда был. В общем, она покормила эту кошку. Закрыла двери. И говорит, кошка очень худая. Прям очень худая. Говорит, такое ощущение, что ее вообще никто не кормит. Так жалко. Ну да, просто. Такая миленькая пушистая кошечка. Такие красивые глазки. С ошейником, да. И медальончик висит. Но мы посмотрели, на имени, на медальоне нет. В общем, и тут столько работы надо. И обед уже, да, готовить. И то, и все. И пациенты, да, которым нужна помощь именно в переодевании и одевании. Ну, не буду рассказывать подробности, да. Я думаю, куда она делась? Ну, то есть коллега, да, моя. Смотрю, дверь в комнате закрыта у моего жениха. Кошка, в общем, облюбовала себе его кровать. Она залезла на кровать. Она ее там сфотографировала. И потом рассмотрела хорошо ошейник. Оказывается, у нее есть чип. И там стоит номер. Я не знаю, куда это звонится. Наверное, когда ищут пропавших животных или нет. Она мне сказала, не открывай дверь и не выпуская ее на улицу. Кошка, то есть, ходит, да. Но она подходит к двери и просится, мяукает, просится выйти. Она мне говорит, не открывай, не выпускай. Мне нужно дождаться ответа. В общем, она сделала запрос в эту организацию. Но я сильно не вдавалась в подробности. Выяснили, что кошку зовут Ани. Есть у нее хозяева. Ну, а я говорю, а для чего ты это делаешь? Она говорит, если бы, ну, то есть, у кошки не было бы, да, там, каких-то данных, да, хозяев, она хотела эту кошку забрать себе домой. У нее дома две собаки и кошка. И она хотела эту кошку тоже забрать себе. Она говорит, мне ее так жалко, она худая. Очень худая. И кошка пушистая. Ну, то есть, видно, что неухоженная, да. Шерсть на животе, прям клоками такая. Ну, конечно, очень жалко, да, что люди заводят животных, не ухаживают за ними. Ну, я говорю теперь, то есть, если она будет приходить, естественно, теперь я тоже буду знать, я буду подкармливать, еще возьму с собой корм от Тайсона. Так что у нас теперь появилось, как это, домашнее животное. Кстати, у нас в этом хаусе, да и в другом тоже разрешают коллегам, у которых есть животные, приносить, приводить с собой собак. Ну, кошек никто не носил, то есть, кошка сама пришла. А с собаками они очень часто приходят на работу для того, чтобы, ну, как бы, жителям этого общежития, да, для старичков, в основном, очень многие из них любят животных, особенно немцы, да, вы же знаете, что они очень любят животных. И поэтому это для них какое-то такое вот прям расслабление, приносящее удовольствие, да, погладить собачку, поиграться с собачкой. Так что у нас очень часто бывают собачки в хаусе. Но я была вот просто, да, как бы немножко сначала я прям такая, ну, что такое, тут столько работы, нужно заниматься пациентами, а она где-то там закрылась в комнате с кошкой, фотографирует ее. И мне не очень приятно было, что кошка, которая приходит, пришла с улицы, да, залезла на кровати к пациенту, а я как раз сегодня только у него перестелила постельное свежее, ну, не знаю, а она такая довольная, ну, я люблю очень животных, но я люблю своих животных, как-то так. Я, конечно, кошку погладила, я ее тоже покормила, как бы, да, она там все терлась, возле меня ходила, тоже мяукает, ну, такая, знаете, общительная, но не до такой степени, нет. Я бы, не знаю, мне вот казалось, даже это не моя постель, не моя кровать, да, вот этого пациента, и мне все равно как-то было не очень приятно, что кошка с улицы залезла в кровать. Буду, девочки, заканчивать влог, нужно переодеваться, нужно поужинать, и нужно заниматься еще какой-нибудь домашней работой, какими-нибудь домашними делами. У меня эта рабочая неделя очень длинная будет до воскресенья, потом понедельник, вторник у меня будет выходной, но у меня уже много планов, я уже говорила вам вперед, да, что я хочу шторы постирать, окна помыть, надеюсь, что будет уже на следующей неделе, в начале недели немножко теплее, чем сейчас.